Привет друзья! Сегодня я вам покажу несколько интересных гаджетов для арбуза и дыни. Заказал я их на сайте Алиэкспресс, все ссылочки будут в описании. Это первый гаджет. Предназначен он для быстрой нарезки арбуза. Режущая часть состоит из довольно-таки острых ножей. Резыки подобного типа бывают разных диаметров. У меня наружный диаметр 21,5 см, а внутренний 19,5 см. Поэтому он может разрезать арбузы не большего диаметра. Еще есть резак с внутренним диаметром 28 см, но и стоит он подороже. Берем арбуз подходящего размера, отрезаем кожуру с одной и с другой стороны. Убеждаемся, что диаметр арбуза меньше внутреннего диаметра ножа. Надавливаем на нож. И арбуз моментально нарезается на одинаковые дольки. Уже разрезанный арбуз смотрится очень необычно. Напоминает какой-то экзотический и очень огромный цветок. Теперь можно спокойненько переложить дольки арбуза в тарелку. А в центре остается самое вкусное. Цилиндр из сердцевины арбуза. Теперь возьмем дыню. Отрезаем кожуру с кончиков. Нажимаем на нож. И дыня разрезается на 12 равных кусочков. Разрезанная таким способом дыня, тоже напоминает некий фантастический цветок. Убираем семечки и перекладываем дольки в тарелку. Это следующий гаджет. На одном конце у него полусфера с отверстием. А на другом конце треугольный нож с зазубринами. Берем круглую дыню и начинаем вставлять нож вот таким образом. Делаем треугольные прорезы по всей окружности. Разделяем две половины и получаем обалденно красивый разрез. Полусферическим концом ножа можно вычерпывать семечки. Но вообще говоря, обычной ложкой это делать удобнее. В результате получаем вот такую половинку дыни. Ну а основное назначение полусферической части гаджета, это нарезка шариков из мякоти. Они даже чем-то напоминают шарики мороженого. Интересно, получится ли данный трюк с арбузом? По-моему, смотрится неплохо. Из центральной части арбуза можно наделать арбузных шариков. И положить их в дыню. А шарики из дыни можно положить в арбуз. Получаем очень симпатичное угощение. Так выглядит следующий гаджет. Похож он на какую-то формочку. Берем арбуз побольше и разрезаем его пополам. Смысл в том, чтобы нарезать арбуз на круглые дольки. Толщиной примерно 3 сантиметра. Берем форму и вдавливаем ее в арбуз. В результате получаем кусочек арбуза в форме мороженого. В таком виде арбуз смотрится еще более аппетитно. К тому же может послужить отличным украшением для стола. Ну а если вы покупаете что-то на Алиэкспресс, то не забудьте сэкономить. А как это сделать, я вам сейчас расскажу. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Выводите деньги любым удобным способом и тратьте их на свое усмотрение. А если вы зарегистрируетесь прямо сейчас на Letyshops, то получите премиум аккаунт в подарок. А это еще увеличит размер вашей выгоды. Ссылка в описании. Это следующий гаджет. Называется он слайсер для арбуза. Проще говоря, это специальный нож для арбуза. Сделан он из пластика. Но бывает еще и металлическая версия из нержавеющей стали. Ну что ж, давайте протестируем обе эти версии. Для начала арбуз нужно разрезать пополам. Что-то пластиковый нож как-то тяжеловато режет. И надо сказать, что он местами рвет мякоть. А вот металлический нож режет легче. И мякоть практически не рвет. Попробую еще пластиковый. Да, значительно сложнее им резать. Разворачиваем арбуз на 90 градусов. И теперь попробуем сделать еще вот такие разрезы. Пластиковым ножом это делать несколько сложновато. А вот металлический все режет без проблем. В итоге арбуз порезался на кусочки, которые удобно брать и кушать. А кожура выступает в роли тарелки. Теперь возьмем дыню. Разрезаем ее пополам. Как написано в инструкции к ножу. Им еще можно удалять семечки из сердцевины дыни. Семечки действительно удаляются. Металлический нож с этой задачей справляется уже хуже. Остатки семечек им никак не зацепить. Придется доделать дело пластиковым ножом. А все потому, что у пластикового ножа перемычка шире, чем у металлического. У него это просто тонкий штырь. Но в этом есть у пластикового ножа и минус. Дыню нарезать этим ножом совершенно не получится. Так как ее мякоть не такая пористая, как у арбуза. А вот металлический нож из дыни справляется без проблем. Можно конечно попробовать наклонить пластиковый нож, чтобы широкая перемычка не мешала. Но все равно ничего не получилось. Так что металлический нож однозначно лучше и практичнее. Если полученные дольки покажутся большими, то их еще можно разрезать обычным ножом. Такие кусочки уже вполне удобно кушать. Это следующий гаджет. Некое кольцо с ручкой, а посередине еще полусфера с ручкой. По сути дела это даже два гаджета. Берем дольку дыни и с легкостью срезаем все семечки сверху. Также можно с легкостью срезать всю мякоть с кожуры. Теперь возьмем арбуз и тоже срезаем мякоть с кожуры. В общем со своей функцией этот гаджет отлично справляется. А при помощи полусферического гаджета можно наделать шариков из арбуза или дыни. Друзья, интересна ли вам тема различных гаджетов? Если да, то ставьте лайк. Если лайков будет много, то я сниму продолжение. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.